Музыка 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 Всем привет! Продолжаю запись видео И продолжаем делать наш дом одновременно В прошлом видео остановились на макете Немного я его сейчас доработаю И уже будем переходить К Его облагораживанию Облагораживанию К созданию Самого Дома Но до этого нужно еще дойти Чтобы он выглядел более-менее приемлемо Много работы предстоит Сделать И даже такая Простая модель Не сложная Занимает Достаточно времени Сейчас я уже примеряю бревно Примерно его размеры Прикидываю Нужно ли его делать Целым Или Возможно его Разделить Сделал целым И Хочу сделать Его Ну То есть Несколько Бревен Чтобы потом И С небольшой Вариацией Каждое бревно И потом Просто копировать Эти бревна И Из них Собрать дом Подбираю Подбираю Так как модель Лоупольная Количество Полигонов Я сделал Обычный цилиндр Примитив И из него Буду делать Бревно Рассматриваю его со всех сторон Чтобы Было Все Подходило По стилю Будущему По размеру И Добавляю Каждое бревно Небольшую Вариацию Ну А сейчас Я просто делаю Цилиндры Даю им название Которое В принципе Мне Позже не пригодилось Но На начальной стадии Название Да Нужно было Чтобы Не путаться Где Какое Есть бревно Ну Точнее Нужно было Немного По-другому Назвать Допустим Циферное Какое-то Обозначение Ну Не суть Одно Бревно Я сделал Более Такое Толстое Диаметром Хорошо Радиусом 14 сантиметров Потому что Диаметр В два раза Больше Достаточно Такие Крупные Бревна И Они Все Разного Диаметра У меня Подгоняю друг к другу Мой 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 В Продолжение следует... Применяю модификатор Editable Poly, чтобы иметь возможность дальнейшего редактирования нашего бревна. Придать ему идентичность, собственную форму и неповторимость. Но при этом соблюдаем и помним о том, что это лоупольная модель и нужно не увлекаться и не добавлять слишком много полигонов. Это одно из требований в геймдеве. Продолжение следует... Я решил сплюснуть торцы, ну и потом их заострить, чтобы получилось такое, будто это дерево срубили и из него построили домик наш. Продолжение следует... Сшиваем наши грани, чтобы не было отверстий ненужных. Продолжение следует... Продолжение следует... так один торец готов и теперь можно немного сместить допустим центр далее как то повернуть чтобы придать вариативность этому времени любым любым образом здесь точки надо сшить нажимаем на инструмент weld придаем значение при котором точки соединятся если большое значение придать то может вся модель сплюснуться поэтому подбирайте разумные значения добавляем инструмент коннект который добавляет нам ребро по центру нашей модели сместил я на этот ребро центр координат уже для пространства в максим это я сделал для того ну разрезал модель пополам для того чтобы не делать ответную часть 2 раза быстрее так все делается то есть с одной стороны с другой стороны бревна будет одинаковая зеркальная зеркально похожая поверхность это ускоряет работу конечно если все правильно сразу же сделать здесь захотел чтобы все было по центру и поэтому немного я здесь задержался вот я здесь пытаюсь применить инструмент бридж но видите что получается сворачивается это по той причине что одна из частей моего бревна нормали полигонов вывернута наизнанку я пока месть еще не догадался в чем причина я сталкивался с этим уже достаточно часто забыл просто забыл сейчас я вспомню пытаясь применит почему понять почему же не получается почему она выворачивается таким образом ну причина очень просто вот видите все вывернул в нужную сторону и бридж и все склеилось как по маслу оставляю одну часть ребра я не выделенной потому что даже при нормальных нормалей нормалях полигонов все равно может скрутиться при бридже скручивается полигона нужно оставлять одно не выделенное ребро с одной и другой стороны и тогда она соединиться так как надо можно сделать проще сделать вообще одно ребро и и затем просто с помощью увеличение или уменьшение масштабирования моделей в ту или иную сторону придать вариативность модели ну в данном случае бревну но я сделал сначала цилиндры и потом уже с них пытаюсь сделать разновидные бревна толще тоньше кривое там такие всякие вариации делаю плоскою плоскую поверхность с одной с другой стороны ну то есть выделяем полигоны нужные и на вкладке идет геометрия просто сплющиваем в одну из осей x там y или z смотря как вы изначально сделали модель какой какой оси координат ну теперь опять же придаем непохожесть модель модели применил я здесь констрейнс название такое не выговоришь и чтоб это констрейнс перемещался по ребрам есть также по фейсу и по нормам по нормальным но самые продуктивные заметные то есть двигая точку данном случае по оси или по игреку она двигается по созданным ранее ребрам больше по другом она никак не подвинется ни вверх ни вниз только именно по этим ребрам полезный инструмент также учатся чаще используйте не забывайте про него я им пользуюсь достаточно часто сделаю три коннекта но обычно я делаю один коннект если нужно выравниваю его нужно убрать edge constrain edge на нон да тогда подвинется теперь правильно обычно делаю один коннект смещаю его там вверх или вниз а потом делаю чампфер я ну когда двойной чампфер делаю то есть два два ребра отходит от центрального и получается там мягкий такой переход от центрального ребра к краям выделал я все полигоны и применил сглаживание ну если применяться будет normal map то нужно сделать сглаживание одинаковое по всей модели допустим модель бревна да и вы еще в программе допустим за брошь хотите там с ним еще что-то сделать и потом запекать текстуру так вот если это лоуполька будет с разными не сглаженными или сглаженными но в разных позициях нормальных то она будет заметно и поэтому нужно делать сглаживание всей модели по одной по одному значению нормально допустим единица ну вот и с остальными ребрами я точно так же вот добиваясь вариативности применяя эти выше показанные инструменты все примерно одинаково только стараюсь добиться вариативности перемещая точки грани полигоны ну вот бревна я закончил делать разновидности получилось у меня три бревна и продолжаем строить наш дом дальше и 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 возможно так быстрее чем когда я делал раньше то есть делал копии с возможностью потом применение модификатора сразу ко всем копируемым объектом instance копия так называемая но в этот раз я сделал таким вот образом выделил я нужные мне швы разрезал их применил pelt map который разворачивает модель максимально от центра в разные стороны и затем применяю релакс инструмент релакс by polygon angle я делаю сглаживание развертки и затем выделяют все лоскуты развертки и складываю их в наш квадрат коллапс ту и развертка готова и давайте посмотрим на развертка я применю материал с чекером то есть эта карта которая уже есть в самом максе и не нужно ниоткуда скачивать и просто здесь немного цвета из меню но это не обязательно чтобы они были просто спокойного такого цвета тоже от черно-белого рябит в глазах ну такого цвета пускай будет и второй цвет тоже изменим увеличим количество тайлинга то есть количество повторений до 30 видим результат все квадраты должны быть одинакового размера и без искажений так одно бревно готова полностью уже к применению текстуры и сейчас такая же участь ждет и остальные бревна применяем анураб модификатор анарап юви w сначала такая вот мешанина появляется потом выделяем ребра уже в этом модификаторе самом нужные как вы считаете нужные я посчитал в этом месте нужно разрезать ну вообще швы конечно же нужно прятать чтобы их не было видно видно выделяем швы внимательно смотрите здесь просто быстро на автомате все делаю и развертка получается различными способами можно делать развертку мне больше всего нравится вариант который видите на экране достаточно скоростной и и подходит как раз нам так как нам нужно всегда скорость чем быстрее тем лучше скорее хочется видит результат что же у нас получится какая модель какая текстура какая какой общий вид вообще этого всего будет также к этому применяем материал чекер с картой чекер и делаем точно так же делаем третье бревно и так развертка готова 37 46 и так развертка готова продолжаем дальше теперь нам нужно будет копировать эти бревна по цену с одной и другой стороны по сторонам тут я пытаюсь придумать как же мне выровнять лучше и каким критериям придерживаться на всякий случай сделал по центру пивот проверил вот по оси z можно выравнивать то есть я выровнял нижнее бревно по нашему макету сиренево цвета и он стал к нижней точке макета нижней точкой бревно с помощью инструмента олигн вот он сейчас на экране олигн selection тоже здесь быстро делаю на автомате выбираем нужную ось выбираем нужную ось apply ok apply ok так бревна лежат так как нам надо и вообще как вариант можно было сделать это я сейчас уже подумал и удалить ненужные не видны и сейчас полигоны в местах пересечения бревна но тогда нужно оттачивать нижнее бревно чтобы видите справа на модификаторе дитабл поле внизу такая как галка такая в две стороны и посредине белая точка это значит что выбрав эту это бревно все остальные будут модифицироваться если там подвиньте точку какую-то любую или полигон все бревна которые вы скопировали таким образом будут изменяться то есть та точка за которую вы потянули изменится и на всех остальных бревнах копируем наши бревна и раскладываем в нужные нам места не забываем придавать вариативность разворачивать по оси x y тем самым и текстура будет лежать по-другому так как мы уже сделали развертку текстура будет лежать по-другому и у нас три бревна есть которые разные их можно разделить разложить в разные стороны не стороны а на листе развертки немного их друг от друга сдвинуть и уже будет текстура там лежать совершенно другая и в сабстанс пейнтере эту часть текстуры можно покрасить но если текстура пересекается друг на друга на листе развертки но это потом позже буду делать еще раз объясню то таким образом если вы будете рисовать собственности то вся текстура которая пересекается между собой она будет рисуя на этой текстуре будет рисоваться все бревна которые в этой развертки участвуют то есть будет все одинаково поэтому с этим надо тоже в определенном порядке разложить или же вообще сделать разложить модель полностью все лоскуты развертки отдельно друг от друга тогда можно рисовать все что угодно и это не будет повторяться собственно спинтере да и другой любой программе если вы текстуре даже фотошопе скопировал я наши все готовые бревна с разверткой с вариациями перевернуты и так далее и их просто я здесь задал им pivot point по центру и сделал копию и все и копия переместилась на другую сторону нашего домика но мы видим что были закрыты окна это целая эпопея еще будет по вырезанию всего того что нам будет мешать но пока месть так вот выглядит дом даже если вы скопируете одно из бревен ну как и будет дальше и потом его отмасштабируете и затем открыв развертку просто нажав на сглаживание и не нужно будет делать отдельно ребро чтобы сейчас вдоль ребра есть а надо короче поперек делать еще долго то просто отмасштабировали применили применили модификатор анвреп там сделали сглаживание и быстренько разглаживается а наша развертка мы укладываем в этот квадрат который там есть и бревно готово но даже он она сейчас будет короче там но уже будет но потом нужно будет еще раз напоминаю применять утилиту x-form это обязательно потому что могут быть проблемы с текстурами но это уже в самом конце когда будет готова полностью полностью готова модель вы добавляете приотачиваете все ее части то есть сливаете ее в одно целое и потом применяется эта утилита это вот модификаторы стэк да молоточек такой справа вверху и там есть нажиматель на и там есть x-form reset selected выбирайте нужную модель reset selected и потом применяете в стеке модификаторов эту утилиту ну как обычно collapse to у нас коллапсывает коллапсится и получается вот reset x-form reset selected и collapse to все то есть я его все наши изменения с помощью увеличения и уменьшения модели вот это все как бы убираю все проблемы в текстурах и дальнейших дальнейшем моделируем даже если это будет анимируемая модель нужно обязательно применять x-form не забывайте это ну здесь такая быстренькая поправка в развертки и проверяем на чекер как он там выглядит если одинаковые квадраты в отдельно взятой модели сейчас так он и есть то это очень хорошо ну есть такие варианты что допустим вы делаете персонажа человека да то там имеет смысл сделать развертку лица так как это основная часть на которую смотрят игрок да саму развертку сделать больше чтобы она занимала большую площадь на на листе развертки чтобы более качественно поместилась там текстура на именно на лице ну тогда при применении этого чекера ну проверочного материала вы увидите что на лице на развертке лица эти самые квадратики пресловутые будут намного меньше чем все остальные части развертки этого персонажа также можно сделать руки кисти сами потому что они тоже достаточно часто на них обращают люди внимание не то как на остальное остальные части тела тоже сделать развертку немного больше чем все остальные части лицо больше можно сделать да на листе развертки и можно больше сделать и кисти то есть более качественную текстуру туда применить ну а мы здесь продолжаем таким вот образом масштабировать применять x-form утилиту вот снова я применяю x-form collapse to оно очень быстро как видите применяется ничего там не нужно менять ну в некоторых случаях нужно но в данном нет проверяем развертку делаем релакс зарелакс и перепаковали автоматом все это делается collapse to все и здесь конечно я уже не вижу какое бревно какое то есть вначале там было 1 2 3 но я уже тут выбрал но они разные но нужно было просто самый низким не выбирать и там уже название типа сохранялись ну ничего страшного и выравниваем по нужным нам координатам модели относительно друг друга чтобы они выглядели не выглядели а были ровными по центрам по высоте удобный очень инструмент какой быстро все это делает выравнивает и здесь также можно придавать вариативность больше меньше утилиту применяем x-form анураб также смотрим на анураб и здесь тоже обязательно это нужно делать если вы применяли увеличение модели масштабирование увеличение или уменьшение любую струну просто просто если вы делали масштабирование то обязательно надо x-form и текстуры не текстуру а развертку поправить это в обязательном порядке иначе будет ваша модель сикость на кость смотреться криво косо и вы сможете понять в чем же проблема а проблему нужно устранять в самом начале сделали элемент масштабировали обязательно поправили развертку обязательно x-form и потом уже свободен гуляй работай дальше здесь я сразу три бревна выровнял чтобы это сделать я их добавил в группу сгруппировал добавил вот таким образом строим наш компьютерный дом все делается достаточно просто да оно уже готово когда делаешь сам все время какие-то большие и маленькие проблемы находятся вот как здесь например это на самом деле не проблема потому что когда строят реальный дом так оно и есть то есть часть бревна вкапывается в землю но я все равно рассматриваю а должно ли оно так быть а может быть взять отрезать а споловинить то нижнее бревно копируем эту стенку делаем добавляем в группу и смотрим на макет где расположена расположена противоположная стена на таком расстоянии и туда подводим с помощью shift и копия инстанс инстанс напоминаю дает возможность редактировать одну копию влиять на другие копии модели модели то есть двигая скопируем таким образом точку модели или ребро или полигон вы меняете все остальные на есть на я посмотрел и подумал зачем мне эти пенечки сделаются бревно просто будто остается на бревнах а эти пенечки я упразднил то есть их не будет вовсе но опять же таки можно было средние части этих бревен которые не видны внутренние полигоны можно было удалить для экономии места и вообще можно было сшить эти бревна но я оставил так и поставил а Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok